Чтобы изготовить качественные конусные рыболовные груза вам потребуется свинец, немного стальной проволоки для изготовления ушек диаметром 0,8 миллиметра, газета, бумажный скотч, средство для расплавки свинца, это может быть как газовая горелка, газовая плитка, то есть у кого что попадется под руку. Для охлаждения готовых грузиков также можно применить воду из инструментов ножницы и плоскогубцы. Также заранее в деревяшке в толстой просверлил три глубоких отверстия, туда буду вставлять формочки для заливки свинца, в общем все сейчас увидите. Вместо такой конструкции можно применить обычный песок, засыпать его в какую-то емкость, просто пальцем натыкать дырок и туда уже вставлять готовые формы. Сперва при помощи обычного гвоздя и тисочков наделаю себе ушек для будущих грузил. Вот так делать не обязательно, можно просто согнуть это все дело плоскогубцем, то есть у кого что попадется под руку. Такое ушко уже точно не выскочит из будущего грузила, краешки надо немного подогнуть. Вот что у меня получилось, сейчас наделаю остальные и продолжим. Думаю для демонстрации трех будет достаточно. Теперь из газеты нужно сделать форму, а именно нарезать полоски и скрутить воронку. Все очень просто, быстро, главное грузила получаются качественными и красивыми. Берем отрезок и скручиваем воронку. Тут уже дело каждого, какие размеры тому нужны. Такие воронки можно и крутить. Достаточно несколько оборотов, лишнее отрезаем. Примерно вот такая вот вороночка у меня получилась. Чтоб она не разлетелась, дальше берем бумажный скотч. Его можно заменить обычным клеем, любым какой у вас попался под руку. То есть главное, чтобы она не развернулась, чуть-чуть ее фиксируем. Дальше отрезаем ту длину, которая нам нужна. И вот внизу вот в это вот отверстие вставляем наше ушко, которое уже заранее сделано. Почему я говорил, что надо подгибать носики, чтобы они спокойно пролезли вот в это вот отверстие. Вставили и дальше, чтобы не вытекал свинец, опять берем бумажный скотч и залепляем саму вот эту вот петельку. Ничего не надо наматывать, просто слегка прилепили и формочка готова. Обратите внимание, что ушко лучше всего вставлять прям поглубже, чтобы оно не сильно торчало. Вставили, поддавили и залепливаем бумажным скотчем. Ну и вот, друзья, три формочки у меня готово. Примерно одинаковые они получились. В конце видео зависим, сколько они выйдут грамм. Теперь отправляем их в наше просверленное отверстие, чтобы они не падали. Вот так вот это примерно выглядит. Можно переходить непосредственно к самой заливке. Баночка маленькая, поэтому на плитку сделаю такой кусочек проволоки. Можно плавить свинец теперь. Свинец расплавился. Теперь аккуратненько-аккуратненько заливаем его в нашу формочку. Вот в таком виде оставляем, пока он схватится более-менее. То есть, как вы видите, газетки дымятся, но не сгорают. То есть, газет вполне достаточно. Таким способом я уже лью больше 30 лет груза и получаются они красивенькими и делаются быстро. Когда свинец уже немного подстыл, берем воду и отправляем их туда. Это нужно для того, чтобы снять легко газетку. Сейчас остынет и давайте посмотрим конечный результат. Снимаем газетку. Вот смотрите, какая красота получилась. Ничего не надо не обрабатывать. Единственное, немного вот не придавил к ушку скотч, залипла ушка. При помощи обычного ножа убираем лишний свинец из ушка. И вот, друзья, готовое грузило. Давайте посмотрим остальные. Газета снимается после того, как полежала в воде. Прям отлично. Здесь ушко не залито. Все равно чуть-чуть есть наплывчик. Также его ножичком немного поправили. Вот еще одно грузило. Как вы видите, третье тоже вполне достойное. Такие грузила я считаю расходником, поэтому за красотой сильно не гонюсь. Главное, что они практичные и делаются быстро. Точных весов у меня нету. Есть такой вот безменчик. У него тут плюс-минус 5 грамм. Как вы видите, такая кормушка получается около 40 грамм. Вполне достаточно для хорошей рыбалки. Ну а если у вас нет ни желания, ни возможности лить такие грузила самостоятельно, вы всегда их сможете приобрести в Яндекс Маркете, где очень быстрая доставка и постоянные скидки. Ссылочки на приобретение разных весов, форм и так далее, вы можете увидеть в моем видео внизу в описании. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и за новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok